Девушки отдыхают Живое чудо, старейшее, чистейшее, самое глубокое и самое загадочное. Славное море Байкал. В конце 90-х годов команда капитана Кусто пыталась разгадать тайну этого сибирского озера. Во время монтажа фильма «По ту сторону зеркала» великий исследователь водных глубин покинул нас. Башкирское спутниковое телевидение продолжает приключенческий документальный сериал под следом команды Кусто. Экспедиция БСТ отправляется в мае этого года на священный Байкал. Уже в июне смотрите пять серий подводных приключений «Зазеркали Байкала». Партнеры проекта группа компании «Независимость», туроператор по Байкалу «Байкалика» и хозрасчетный центр «УАИ». Рыбалка в дельте Волги, семейный отдых, этнические туры. Стоимость путевки в летний период 3000 рублей с человека. Заказ путевок по телефону 8 905 06 05 769. Рыбалка – это, конечно, настоящее мужское увлечение. Однако есть и настоящая мужская профессия – это разводить рыбу. Сегодня мы расскажем вам о рыбоводах кармановского рыбхоза и об особенности получения черной икры. Оказывается, впервые в России товарная черная икра в условиях искусственного разведения осетровых была получена ровно 10 лет назад в кармановском рыбхозе. Вот такая круглая дата, которую можно с гордостью занести в календарь Республики Башкортостан. Последнее время о развитии рыбного хозяйства в стране незаслуженно забыли. Сократилась добыча рыбы в море, сократились рыбные запасы во внутренних водоемах из-за их загрязнения и неоправданного браконьерского лова рыбы. В советские времена рыбоводству все-таки уделялось какое-то внимание. Развивалась наука, выпускались качественные корма для рыбхозов. Прудовые хозяйства страны производили тысячи тонн товарной рыбы. А специальные рыбхозы выращивали и выпускали в водоемы миллионы мальков ценных видов рыб. Сегодня в целом по стране об этом можно только мечтать. Из-за хищнического истребления осетровых в России вынуждены были ввести полный запрет на их вылов. Цена осетрины доходит до 700 тысяч рублей за килограмм, а черной икры до 50 тысяч. А ведь когда-то Россия была мировым лидером в производстве черной икры. Львиную долю дохода русского государства составляла продажа павесной черной икры за границу. Кстати, за границу покупала у России все это очень дешево, но потом продавала нам в хорошей упаковке дорогую осетрину и дорогую икру. В 90-х годах прошлого столетия в стране появилось несколько крупных хозяйств, перед которыми была поставлена задача получить товарную черную икру на банку и для воспроизводства осетровых. В 2000-е годы эта идея воплотилась и на внутренне обездоленный российский рынок стала поступать столовая черная икра. Ее поставщиками стали три хозяйства России. Вологодская фирма «Диана», «Крок» из Калужской области и наш Кармановский рыбхоз. Кармановское водохранилище было создано в 1968 году. Его площадь составляет 3,5 тысячи гектаров, а средняя глубина 3-4 метра. На сбросных каналах, не замерзающих в зимнее время, установлено несколько садковых линий Кармановского рыбхоза, крупнейшего рыбохозяйства Урала-Поволжского региона. По рисунку половых желез мы можем определить, во-первых, пол и степень зрелости. Это УЗИ. В его садках плавает 11 видов осетровых. Сибирские, русские, сахалинские, персидские, амурские осетры, шип, стерлядь, севрюга, калуга, белуга и даже американский беслонос. Осетров здесь выращивают не только на продажу для столичных ресторанов и крупных торговых сетей, но и для увеличения их популяции. Как правильно выращивать осетров у Карманова учились долго, но теперь это одно из самых продуктивных рыбохозяйств России. Постепенно просто развиваемся, постепенно наращиваем объемы. Не так, что захотелось и взяли и нарастили. Во-первых, так и нельзя просто сразу взять и нарастить объем. Это все такой эволюционный путь. Если ты завтра захочешь получить икру, ты ее никак не получишь по простой причине, что самка через 10 лет только созреет. В последние годы Кармановский рыбхоз регулярно зарыбляет осетровыми породами реки Башкортостана. Благодаря этому вновь появилась стерлядь в реке Белая. Начали поступать заказы на выпуск стерлядя, щуки. По этому году на полмиллиона подрощенной молоди стерлядь заказ есть. В том году мы выпустили где-то 1300, наверное. В этом году уже на 500 тысяч есть заказ. Большая работа в рыбхозе проведена и по изучению осетровых пород. Особенно стерляди, генерации 1998 года, родителями которой были дикие производители, выловленные в густе реки Белой. Многие рыбоводы из других регионов России, приезжающие в Карманово, обращают внимание на необычный вид кармановской стерляди. Прежде всего это касается ее окраски. Эффективное выращивание осетров возможно только в современном рыбоводном комплексе. Его основой является инкубационный церк. Однако в инкубатор, чтобы получить мальков, нужно заложить оплодотворенную икру. Соответственно, получить эту икру от осетра и оплодотворить. Еще в советские времена в разных частях страны появились специализированные научно-исследовательские институты, которые занимались отловом из рек осетров производителей, готовых к нересту. У самцов брали сперму, а самки делали гормональную инъекцию, отчего у нее начинала созревать икра. Однако тогда заставить рыбу отдать икру в заводских условиях было невозможно. Самку приходилось вскрывать, то есть убивать зрелую 10-летнюю осу. Молоть выращивали на заводе, затем выпускали в реку, чтобы пополнить популяцию. Часть рыбы оставалась жить на заводе, увеличивая маточное стадо. Выступило время, и осетров производителей стало меньше. Чтобы решить эту проблему, на заводах стали применять метод Бурцева. Рыбу разрезали, забирали икру, а затем зашивали. Позже появился новый метод, изобретенный директором Санкт-Петербургского института стерляди Сергеем Подушка. Впервые этот метод питерский ихтеолог испытал в Кармановском рыбхозе, и с тех пор каждый год по приглашению дирекции рыбхоза приезжает в командировку в Мушкортостан для так называемой дойки осетров. Водское осетроводство у нас существует где-то с конца 50-х годов. Оно создавалось как компенсация гидростроительства на осетровых нерестовых реках. Это оценивалось довольно положительно. В Азовском море популяция осетра русского, она за счет заводского осетроводства, ну можно сказать, выросла. Сам процесс получения икры от матки несложный и занимает несколько минут. Из специального отсадника ее перемещают на специальный стол. Специалист делает надрез ланцетом в нижней части брюха и вручную выдавливает икру. Главное, что после такой процедуры рыба без проблем и с минимальным стрессом вновь возвращается в родную среду до следующего икровета. В прежние времена забор икры у матки осетра чаще заканчивался ее гибелью. До подушки метод был один. Спарывают брюхо все от анального отверстия до плавников передних. Берут икру и потом зашивают. Соответственно, там выживаемость была порядка 50-60%. А здесь практически 99% выживаемости. Полученная икра промывается проточной водой, аэрируется, оплодотворяется. В этих емкостях бурлит будущее поголовье осетров, сотни тысяч только что выведенных икриных. Через пару недель они превратятся в личинки, потом станут мальками. В Карманово в инкубационном цехе предусмотрены специальные лотки для подращивания личинок. Бассейны для выдерживания взрослых особей в оптимальном состоянии. Универсальная водоподача. Это серлиц. Рыба для населения. Она быстро созревает, в отличие от остальных осетровых. Дает икру где-то на теплой воде, 4-5 лет начинает первую икру давать. В этом ее преимущество, потому что остальные осетровые созревают здесь, начиная от 8-10 лет и позже. Обычно после лотковой базы мальков высаживают в бассейны, а после подращивания в садки. Здесь, в садках, осетры, кроме быстрорастущей стерляди, живут несколько лет. Белуга весом в 3 кг считается мальком. Были времена, когда в природе, на Каспии, ее вес достигал 1,5 тонн. Однако и в искусственных условиях за небольшой срок можно вырастить белугу весом свыше центнера. Все зависит от кормов, площадей и времени. Что касается кормов, к сожалению, сегодня получение высоких показателей возможно лишь при использовании зарубежных. С отечественными, российскими, по словам рыбоводов, одни проблемы. То они моментально растворяются в воде, то рыба ее вроде ест, но не растет. Так что, если мы хотим есть осетрину и черную икру, нам просто необходимо наладить производство качественных комбикормов на новой современной основе. Если бы кармановские рыбоводы покупали комбинированные карманы своих осетрог не за границей втридорого, а в России за приемлемую цену. И если бы российская продукция по качеству соответствовала импортной, башкирскую осетрину и черную икру с легкостью покупали бы не только москвичи, но и жители республики. По прогнозам специалистов, в этом году Россия, благодаря таким рыбхозам, как кармановский, должна получить рекордный урожай черной икры. В России сейчас очень интенсивно это развивается. Первую партию икры мы получили здесь в 2004 году официально, с сертификатами совсем. Ну и дальше пошло бурное развитие. Сейчас в этом году будет получено по оценкам около 30 тонн по России. Где-то процентов 5-7 кармановский рыбхоз дает от этого количества. Но если считать, что в 2003 году было ноль, то рост за 10 лет до 30 тонн это очень быстрый рост. Однако даже этот внутрироссийский рекорд пока не позволяет нам выйти на лидирующие позиции в мире. В природе стерлить впервые мечт икру 8 лет, осетры 13-15 лет, белуга 18-20 лет. В Касмическом море и на Дальнем Востоке популяция этих пород почти сведена на нет. Если не принять срочных мер для поддержки и развития хозяйств, специализирующихся на воспроизводстве осетровых, мы так и не догоним наших зарубежных конкурентов. В природе необходимо десятки тысяч икринок для того, чтобы родился всего один осетр. Но должно пройти еще целых 10 лет для того, чтобы осетр там мог приносить икру. Это была программа «Мир настоящих мужчин». До новой встречи! Рыбалка в дельте Волги, семейный отдых, этнические туры. Стоимость путевки в летний период 3000 рублей с человека. Заказ путевок по телефону 8 905 06 05 769. Живое чудо, старейшее, чистейшее, самое глубокое и самое загадочное. Славное море Байкал. В конце 90-х годов команда капитана Кусто пыталась разгадать тайну этого сибирского озера. Во время монтажа фильма «По ту сторону зеркало» великий исследователь водных глубин покинул нас. Башкирское спутниковое телевидение продолжает приключенческий документальный сериал под следом команды Кусто. Экспедиция БСТ отправляется в мае этого года на священный Байкал. Уже в июне смотрите 5 серий подводных приключений в «Зазеркале Байкала». Партнеры проекта, группа компаний «Независимость», туроператор по Байкалу «Байкалика» и хозрасчетный центр «УАИ». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова